Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня 12 ноября, Южный окружной военный суд, бывший северо-кавказский. Очередное заседание по Энверу Сейтуцманову только что закончилось. В судебном заседании по ходатайству прокурора был допрошен эксперт-лингвист, который составлял экспертизу по заказу Федеральной службы безопасности. Лингвист ответил на несколько вопросов прокурора, а также на вопросы защиты, если кратко говорить. А также высказался по поводу нашей рецензии, то есть рецензию, которую готовила сторона защиты. Ее по нашему ходатайству приготовил нам Дмитрий Дубровский, известный эксперт. И она высказалась также по поводу рецензии Дубровского. Я еще раз убедился, что, конечно же, компетентности, о которой идет речь, не хватает для этого эксперта. Те вопросы, которые касались непосредственно стажа и квалификации, суд снимал под предлогом, что это не имеет отношения к делу. Мы выяснили, что подписку о ответственности уголовной этот эксперт давал не во время, а вернее самой экспертизы. И были выявлены ряд других нарушений, о которых четко сформулировал Дмитрий Дубровский в этой рецензии. После допроса данного эксперта по ходатайству прокурора были оглашены и изучены ряд дисков, на которых были аудиофайлы, касающиеся исламской тематики, изъятые по месту, как утверждает жительство Энвера Сетосманова, а также аудиозаписи оперативно-развестных мероприятий. Это были аудиозаписи, на которых были два голоса. Голос, похожий на Энвера Сетосманова и голос, похожий на, как пояснил Энвер сам, Аднана, это лицо уже в который раз проходит по уголовным делам. Он проходил по уголовным делам у Зитулаева, у других уже осужденных мусульман. Как я считаю, и как мои коллеги и наши подзащитные считают, это агент государства, провокатор Федеральной службы безопасности. И когда слушаешь эти аудиозаписи оперативно-развестных мероприятий, четко понимаешь, какие провокационные вопросы этот человек задает, и в какие рамки ставит собеседника. Аднан его имя, уже известное, и о нем мы говорим уже три года. Он живет в Севастополе, по крайней мере, жил в то время, когда 15-й, это период 16-й года. И на этом суд был закончен. И следующее заседание назначено на 25 ноября. Мы планируем уже прения сторон, где выступит прокурор, выступит сторона защиты Энверсии Тусманова, выступит только с так называемым последним словом. Он не пожелал отвечать на вопросы и обвинения, и не пожелал выступать в прениях, а выступит уже с последним словом, после чего суд удалится, как известно, в совещательную комнату. 25 ноября следующее заседание, где мы, наверное, уже закончим по делу Энвера Сея Тусманова, и, скорее всего, будет известно, когда будет вынесен приговор. Чоксалов, Энвер, как всегда, передал огромный селям всем, кто его поддерживает, тем, кто пришел сегодня. Конечно, не все поместились в зал, там поместилось около 6 человек только, не все желающие поместили в зал, где проходило это судебное заседание. Чоксалов.